В эфире АТВ программа «Актуальная тема» в студии Мариам Восконян. Здравствуйте! На прошлой неделе агентство стратегических инициатив подвело итоги конкурса «Сильные идеи для нового времени». В рамках него общественники со всей России подали почти 15 тысяч предложений по развитию разных сфер нашей жизни. И проект «Национальные тропы России», который реализуется в Бурятии, попал в топ-1000 инициатив, имеющих шансы на успешную реализацию в дальнейшем. Сегодня у нас в гостях президент Большой Байкальской тропы, основатель Байкальской тропы Андрей Сукнев. Андрей Яковлевич, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что это за проект «Национальные тропы России»? Как вы вообще попали в этот конкурс? В конкурс я попал, не мог не попасть, потому что уже 22 года занимаюсь этой темой, темой развития троп. И идея создания не только одной тропы вокруг Байкала, Большой Байкальской тропы, но системы национальных троп России, она пришла где-то лет 10 назад. И я начал писать на эту тему статьи, продвигать эту идею. Слава Богу, я теперь не один. Где-то года 3-4 назад появились люди в Севастополе, которые тоже начали продвигать эту идею. Я думаю, я готов помогать своим опытом, со своими связями, со своими наработками. Готов помогать этим людям. То есть тропы России, они должны объединять людей. Не разъединять, а объединять. И это такой принцип должен быть. Ну вот в чем заключается суть этого проекта «Национальные тропы России»? Объединить все тропы вместе? Ну, объединение, оно когда получится? То есть, во-первых, нужно построить эти тропы, спроектировать, построить. И мы хотим создать онлайн-платформу, где бы собирался весь опыт международный. Уже сейчас есть российский, много российского опыта. И таким образом мы сможем научить других людей, которые тоже хотят что-то сделать. Где-то есть очевидные места, территории, регионы, где эти тропы должны быть. Ну, например, Урал, Уральских ребят. Или Калининград, Крым, Дальний Восток, Камчатка. Вот, то есть, должны появиться вот эти тропы. Должна появиться большая тропа, я так думаю, обязательно должна появиться, 10 тысяч километров вдоль Транссиба. Почему нет? Ну, вы сейчас попали в топ-1000 инициатив. Что это дает нам? Пока это дает определенную надежду, что мы попадем в топ-100. Хотя времени для того, чтобы сформировать вот этот проект, его очень мало. Но я думаю, что даже это не столько важно, потому что у нас есть очень хорошая команда. Не только людей, которые здесь у нас в Бурятии работают, в Иркутской области. Но есть ребята из Питера, из Москвы, очень грамотные, которые поддерживают эту идею. Эта идея была поддержана, кстати, на точке кипения в Санкт-Петербурге. Можете себе представить. Не в Иркутске даже, а в Санкт-Петербурге. Эту идею поддерживает ОНФ. Мы давно с ними сотрудничаем. Вот буквально я час назад работал с ребятами из ОНФ. Мы здесь работали на нашей тропе «Снежинка». Есть в планах, кстати, ее улучшить значительно для того, чтобы там пожилые люди могли ходить. И когда мы там работали, там было очень много людей, кто-то бегал, кто-то прогуливался с ребенком, шли бабушки, тоже прогуливались. То есть это тропы, если они есть, по ним, соответственно, ходят и бегают, и катаются люди. Если их нет, соответственно, нет такой возможности. Я знаю, что в этом же году ваш проект попал в 100 лучших проектов фонда президентских грантов. Про это, пожалуйста, расскажите. Ну, если говорить о том, что эти идеи, они получают признание. Не в этом году, в прошлом году проект тоже касался троп. Топ, проект фонда президентских грантов, он вошел в топ-100. И даже из 17 тысяч проектов, которые были поданы, так или иначе, на этот грант-раунд, попал в 100 лучших проектов. Но это все разные сферы, да? Это не только экологическая тема? 17 тысяч проектов, о которых вы говорите. Вообще тропа – это не только экологическая тема, это и экономическая тема, это и тема образования, это и тема сохранения лесов. То есть, на самом деле, когда говорят, какая вот цель у проекта, таком многоцелевой проект. То есть, мы, если хорошо спроектируем и построим тропу, то многие цели могут быть достигнуты. В том числе и улучшение качества жизни людей, которые живут здесь, в Улан-Удэ, например. И которые нуждаются в прогулках, потому что одно дело гулять в городе где-то и бегать по набережной. Другое дело, когда ты бежишь и прогуливаешься в лесу, где воздух совсем другого качества, и ты реально оздоравливаешься. А вот вы говорите, что есть желание построить вот эту тропу вдоль Транссиба. Вы думаете, там люди будут ходить? Не будет ли это считаться небезопасным, да? Ну, и небезопасным, и ненужным, возможно? Не, ну, у нас вообще вся жизнь в России, она вдоль Транссиба. То есть, Россия, она и состоялась благодаря Транссибу. Если бы Транссиба не было, не было бы и России сейчас. Вот, и поэтому интересно создать тропу. Ну, люди ведь ходят, вот я знаю американку, которая прошла 10 тысяч километров просто вот по Транссибу. А если была бы тропа, то огромное количество ходило. Не только вот те, кто решил пройти 10 тысяч километров, а те, кто вот живет, например, в Красноярске. Говорит, да-ка, я что-то засиделся, я офисный работник, сяду на велосипед и пойду прокачусь по Транссибу. И вот он сел, проехал. То есть, миллионы людей, которые живут в шаговой доступности от этой тропы Транссибовской, они бы оздоравливались. И то же самое касается Большой Байкальской тропы. Есть идея, например, сделать тропу велосипедную от Улан-Удэ до Иркутска. Причем там же инфраструктура сохранилась еще со времен царя-батюшки. Огромное количество денег, золотых рублей было вложено в это все. Это все есть. И можно только мосты построить велосипедные, и люди поедут. Люди будут кататься Бабушкинские, Танхойские, Байкальские, Култукские. И с другой стороны, если мы еще одну тропу отведем на Хопсугул и там границу откроем, то поедет огромное количество и москвичей, и питерцев, и японцев, и американцев, и немцев. А те люди, которые живут на этом трафике, это же трафик получается, они смогут зарабатывать деньги. Они смогут улучшить свое экономическое состояние. Вот эта идея создать тропу от Улан-Удэ до Иркутска, она сейчас на уровне разговоров или уже что-то есть? Нет, мы уже можем похвалиться, мы в этом году, ну и в прошлом году мы работали, там уже есть два мостика и прорублен коридор тропы. И я все больше убеждаю, что это абсолютно правильная идея. Единственное, чего хочется, выйти на тех людей, которые принимают решения на ОАО РЖД или, может быть, на президента России, который бы понял, что это очень важно для России. Когда-то РЖД состоялся благодаря Александру Первому, и он построил Транссиб, и появилась Россия. И, на мой взгляд, вот здоровье россиян, вот эти вот тропы, система троп, это как скелет для здоровья людей, для развития экономики, экотуризма. Вот я занимаюсь экотуризмом уже 30 лет. Я как доктор могу сказать, что экотуризм без инфраструктуры, без инфраструктуры троп, он не состоится. Можно даже об этом не мечтать. — Вообще, если говорить про экотуризм в Бурятии, то на ум всплывает именно вот ваше имя. И, честно, многие не знают, есть ли еще другие люди, которые этим занимаются. Вообще, у вас же, наверное, команда большая. Кто эти люди, которые вот эти тропы создают? — Ну, есть огромное количество, на самом деле, людей, которые этим занимаются, которые посвятили этому жизни. Это очень здорово, на самом деле. Есть замечательная команда в Иркутске под руководством Елены Чубаковой. Есть Евгений Марьясов, Евгений Александрович Марьясов на Северном Байкале. Они там, там, кстати, немцы работали из Дрездена, 100 километров тропы. Они назвали это Фролихинская тропа. Вот они там работали. Я так думаю, что с удовольствием и продолжат эту работу. И огромный поклон, низкий, вернее, поклон этим ребятам. Есть Евгений Рокетянский в Байкальске. У них там сейчас школа тропостроения. И ребята готовят очень хорошо бригадиров. И причем они подходят. Это собственная школа. Это даже не интерпретация чего-то американского, европейского, австралийского. Они сами создали эту школу. С Женей Скворцовым из Екатеринбурга. И каждый год работают. Благодаря им построена тропа на Слюдянке, река Слюдянка до Пика Черского. Это известный такой маршрут. Этот маршрут сейчас имеет очень хорошую тропу. Тропа, не нужно путать маршрут с тропой. Тропа – это обеспечение маршрута хорошей инфраструктурой. Это мостики, это подпорные стенки, это водоотводы. То есть тропа, она устойчивая становится. И таким образом, там раньше ходило 20 тысяч человек. И очень часто люди погибали, потому что река Горна, она быстро поднимается. А люди торопятся на электричку. И погибали, травмировались. Сейчас с 20 тысяч стало 80 тысяч поток. На тропе нет мусора, потому что есть управление мусором. Там так сложилось, что люди понимают, что здесь не надо сорить. Проблемы, конечно, там есть, но их гораздо меньше, чем где бы то ни было. 80 тысяч человек сейчас ходят. От 80 до 100 тысяч в год. И там ребята, предприниматели построили приюты. Там такой базовый лагерь есть. Куда ты приходишь, 18 кем-то прошел. Тепло. Можешь остаться. Газовая печка, то есть приюты. И на следующий день ты уже обогретый, накормленный, довольный, счастливый. Идешь на вершину сходил, снова вернулся. В это же место на гитаре с ребятами поиграл. И обратно домой вернулся. Это и здоровье люди получают, с одной стороны. А с другой стороны, это же экономика развивается. И мэр Слюдянки сейчас это прекрасно понимает. Это буквально на глазах происходит. Мне бы хотелось, чтобы это поняли и другие люди, которые в муниципалитетах работают. Которые живут в Бабушкине где-то, в Танхуе, в других поселениях вокруг Байкал. Потому что потенциал-то огромный на самом деле. Вы сейчас перечислили людей из разных регионов. Они этим занимаются на общественных началах? В общем, это общественные движения. И это нормально, потому что есть американский опыт. У них примерно то же самое происходило. Они не стали никого спрашивать, просто взяли и начали строить. Потом начали строить. Уже появились специальные службы в составе службы леса США. И там появился этот опыт. И они его чрезвычайно ценят и развивают. Профессиональные рабочие там работают. Сезонные такие. Ну вот даже если брать, как пример, Байкальскую тропу. Люди, которые вот ее строили, это обычные волонтеры? Или они что-то получали? Ну, когда человек приезжает, когда он мотивирован, он всегда что-то получает. Иногда больше, чем деньги. Кто такой волонтер? Это не человек, у которого сказали, так, ты, 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 значит, шаг вперед, будете сегодня работать. Как там в этом операции и другие приключения Шурика, да? Примерно так. Это люди, которые знают, зачем приезжают вообще. Это для них и отдых, с одной стороны. А с другой стороны, они понимают, что то, что они сделали, они сделали для следующих поколений. И вот в этом году с нами работал на двух проектах Макс Бердник. Он приехал, вернулся из Израиля, работал там 19 лет. Вот, и вот интересно было на него смотреть, на то, что он понимает. И он очень осознанно к этому относится. И у него есть мечта построить каменный мост сводчатый. И эта вот мечта, она тоже такая, подзаряжает всех остальных. Потому что на самом деле классно, представляете, да, где-то в горах, раньше не было, до того, что стоит сводчатый мост, да, вот такой где-нибудь, как в Шотландии где-нибудь. И он красиво, с любовью сделан. И он построен не за деньги, а с душой. Люди туда с сердца и души в свою вложили. Вот эти вот, ну, как бы, с любовью все сделано. И оно будет долго стоять, оно вписано в ландшафт. И оно спасает жизни, на самом деле. Потому что мы там каждый год сейчас вот строим Шумакскую тропу в Тункинском национальном парке. И очень часто сталкиваемся с ситуацией. В этом году, кстати, дедушку спасали там тоже. Потому что тропа тяжелая, на самом деле. И все говорят, ну, это карма. Да какая это карма? Это не карма, это просто плохая, неправильная тропа. Хорошая тропа, она и ландшафт сохраняет, и сохраняет человеческие жизни. Люди же идут посмотреть, полюбоваться природой. Вот, а кто-то там реально выжить не может. Вы говорите, что занимаетесь этим уже 30 лет. Вот, участие в конкурсах, получение грантов. Это все происходит в последние годы? Или вот в течение этого времени тоже были какие-то успехи? Я все время думал, что слово экотуризм это я изобрел. Это было в 90-м году. Начал заниматься, потом со специалистами познакомился. Потом понял, что, оказывается, это есть даже экотуризм-сесайти. И оно там еще раньше, лет на 15 назад появилось. Просто в нашем регионе. У меня такое ощущение, что я просто попал в поток определенный, куда в свое время попадали другие люди. И это совершенно естественно, что люди задумываются на эту тему. Сохранить природу и развивать экономику. То есть должно быть такое сбалансированное развитие, чтобы не нарушить вот эту вот грань, нужно всегда думать. И нам приходится сейчас думать. Вот я как раз сейчас в такой хорошей команде думателей нахожусь, когда люди всегда задают себе вопрос, а не повредим ли мы в природе. И это правильно, потому что всегда нужно как-то сверять, вот это вот, как часы сверяют, да, вот чтобы не попасть, ну как бы, не создать проблем, которые, в общем-то, мы как человечество себе насоздавало в последние века. Сейчас мы как-то очень ускоренно движемся к какому-то коллапсу. А с какими сложностями вы сталкиваетесь? Может быть, разногласия с муниципалитетом, с правительством? Да нет, вот сейчас как-то такое ощущение, что время пришло, это очень многие отмечают, что пришло время, ну, действительно взяться, создать вот такую инфраструктуру. Я единственное, что хочу сказать, меня смущает то, что мы вольно или невольно, вот, ну, например, экотуризм почему-то всегда ассоциируется с особо охраняемыми природными территориями. Любого туриста взять, он никогда не ориентируется на какой-то заповедник или национальный парк. Ему интересна тропа, по которой можно пройтись. А тропа может пересекать и муниципальную землю, и землю лесного фонда, и, я не знаю, чего угодно. Вот в Англии эти тропы проходят даже по частным землям, да, и там есть закон, который позволяет это делать. И все понимают, что должен быть доступ, доступ должен быть открыт. Единственное, что может быть закрывать, когда интересы, например, ну, миграция каких-то краснокнижных антилоп, например, да, и мы пишем, что, извините, тропа в этот период закрывается. Или там белоголовый орел, там, например, у него гнездование в это время, и тропа тоже вот в это время закрыта. То есть какой-то здравый смысл должен быть в том, что она закрывается, а так должны люди ходить. Одна хорошо построенная тропа, она сохраняет гектары лес. Вот мы, я наблюдаю картину, вот мы снежинку построили, да, и по ней начали ходить люди в огромных количествах. Это каждый, каждый человек на этой тропе, это как личный комплимент для меня. Это здорово, потому что люди, на самом деле, кто-то продляет свою жизнь очень здорово, да, так сказать, сердечко укрепляет. Люди только берут палочки в руки, начинают заниматься скандинавской ходьбой, начинают здороваться вообще, начинают улыбаться, начинают убирать мусор не только за собой, но и за кем-то другим. Вот единственное место, чистое лесное в городе, это вот снежинка. Самое чистое, потому что там, конечно, кто-то бросает бутылки, но всегда есть люди, их больше, которые поднимают, затолкал себя и дальше пошел. То есть, ну, чистят ее. И лес чистый. Классно. А есть сейчас в планах какие-то еще идеи по созданию троп в Бурятии? Что-то еще вот в ближайшее время планируется? Ну, мы сейчас вместе с командой, большой командой, которая занимается Тункинским проектом, мы мечтаем о том, что появится большая Тункинская тропа. Я не знаю, как она точно будет называться, это на самом деле сами Тункинцы, пусть ее называют, но она должна пройти от Байкала до Хупсугула. Представляете, да, такое 200 километров возможности, когда ты сел на велосипед и проехался. Может быть, еще какие-то, ну, тропы должны быть, система троп, я так думаю, и система приютов в горах самих, которая позволит, с одной стороны, вот этот трафик его локализовать, да, и создать возможности для, например, для отдыха, ну, вот поехать на субботу-воскресенье, в пятницу выехал на машинке, приехал, там есть стоянка, поставил ее, она охраняемая, сел на велосипед, на горный, и поехал, доехал до приюта, там, в приюте передохнул, а на следующий день покатался, посмотрел горные озера, водопады, вершины, может быть, взял с собой альпинистское снаряжение, на вершину поднялся. То есть вот такого плана. Идея реально классная, потому что по этой тропе могут ходить не только люди, проживающие в Тункинском районе, не только из Брятия, но и из Иркутской области. То есть расширяем географию. Нет, я думаю, что поскольку есть аэропорт, и сейчас есть субсидированные перелеты, это тоже очень важно. Субсидии это тоже... Туристу ему не нужны барьеры лишние. Вот когда барьеры эти будут убираться, включая для иностранцев это визы, или там вот этот вот в Мондах переход, это не международный переход. Когда там международный переход сделают, то огромное количество экотуристов, экотуристов, не массовых туристов, которые уважают, любят природу, понимают, что такое устойчивое развитие, что такое не навредить природе. Вот такие туристы нам нужны. И это зеленая экономика. Классно. Андрей Яковлевич, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Уже что ли? Как быстро вообще? Да, очень быстро. Я не про все рассказал. Так, ну может быть еще минута, у вас есть что-то вы хотите сказать жителям Бурятии? Ну я что хочу сказать. Когда есть возможность поработать добровольно на строительстве тропы, присоединяйтесь, это увлекательно. Я это по себе знаю, я просто сам не ожидал, ну поскольку я все время теоретизировал, но когда добрался до инструмента, до лопаты, до пуласки, вот, это очень интересно. Что-то после себя оставить такое, что потом пригодится твоим потомкам. Спасибо большое. Мы вам желаем удачи. Надеемся, что ваши проекты уже в ближайшее время реализуются. Я напоминаю, это была программа «Актуальная тема». У нас в гостях сегодня был президент ассоциации «Большая Байкальская тропа» Андрей Сукнев. До встречи в эфире. «Большая Байкальская тропа» «Большая Байкальская тропа»